Школа Серпухова в этом году получит почти 130 тысяч комплектов учебной литературы и новое компьютерное оборудование. Об этом сегодня рассказала председатель комитета по образованию Любовь Владимирова на оперативном совещании в администрации. Также в детских садах и учебных учреждениях приступили к ремонту, что будет сделано летом в нашем материале. До первого школьного звонка в новом учебном году многое нужно успеть. Пока дети отдыхают, взрослым предстоит потрудиться. Классные комнаты, столовые, коридоры обновят до 1 сентября. В этом году больше 22 тысяч учеников придут за знаниями. Каждый год количество учащихся увеличивается на 300 человек. По-прежнему самой острой остается проблема второй смены. На данный момент с образовательными учреждениями рассматриваются все возможности по сокращению данной численности через рациональное использование помещений, имеющихся в образовательных учреждениях. Во вторую смену будут учиться порядка 1900 школьников. По словам главы Серпухова Дмитрия Жарикова, проблему необходимо решать всеми возможными способами. Рассмотреть возможность использования помещений детского дома для открытия начальной школы. Для третьей школы. Для третьей школы, чтобы как-то снизить вторую смену. В новом учебном году около полутора тысяч первоклассников придут учиться в школы. С оборудованием и учебниками проблем не будет. Литературу поступит почти 130 тысяч комплектов. Новой компьютерной техникой учебные учреждения обеспечат полностью. Потратят на это 24 миллиона рублей. В детских садах тоже готовятся принять воспитанников в День знаний. Меняют окна, красят стены, фасады, ремонтируют группы. А в 25-м детском саду, центре детства и центре радость, намечена масштабная реконструкция. В рамках программы развития образования города Серпухова проводится реконструкция групповых ячеек с целью создания дополнительных мест для детей с особыми потребностями образования и детей от полутора до трех лет. В школах Серпухова уже начались капитальные и текущие ремонты. В третьей этим летом заменят пищеблок в седьмой санузлы, а в десятой отремонтируют спортивный зал. На оперативном совещании руководитель Роспотребнадзора после проведенной проверки обратила внимание чиновников администрации на самые проблемные учебные заведения. По 11-й школе там линолеум просто травмоопасный. Таким образом мы не откроем. По словам председателя комитета по образованию Любови Владимировой, в 11-й школе травмоопасный линолеум заменят и отремонтируют коридоры уже в этом году. А готовность всех школ и детских садов к новому учебному году оценит специальная комиссия. Проверки начнутся в конце июля.